Так, друзья мои дорогие, готовы ли вы к новой распаковочке? Производить мы ее сейчас будем на улице. Прекрасная солнечная погода, несмотря на то, что утром шел дождь. Что я буду делать? Я купила вот такую тонировку для стекол машины. В общем, хочу сейчас это все попробовать, потому что наступают очень солнечные и жаркие дни. И хочется как-то защититься от солнца. Здесь четыре, не знаю, четыре чего-то. Сейчас будем распаковывать и смотреть, что это такое. Так, распаковываем. Это прикрепляется на окна. Так, оно было небольшое вот такое. Так, как оно там было? Как оно там было-то? В общем, как-то оно было, и теперь оно уже так не есть. Здесь точно четыре, точно четыре. Так, а как же оно? Как-то оно на окна должно... Ага, кажется, я поняла. Здесь вот эта сторона, она такая, видите, как бы глянцевая. И, по идее, она крепится к стеклам. Так, сейчас я поставлю... Так, не очень видно. Сейчас телефон поставлю немножко по-другому и посмотрим. Как бы оно не то, что лепится, а оно, по идее, должно как бы прилипать, что ли, как примагничиваться, вот так. Так, так лучше видно, да? Ну что, смотрим? Так. Ну что, больше, чем надо, что ли? Я вроде по размеру брала все. Я же вроде все по размеру брала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а те... Может, это на передние стекла пойдет? Сейчас я попробую. Хотя, вроде, немножко поменьше. Попробуем. А передние стекла, по-моему, еще меньше у меня. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Это вроде подошло. Или это не идет немножко вниз? О, прилипает хорошо, отлично прилипает. Вот этот изгиб мне не нравится вообще, то, что здесь изгиб. Может, он немножко так вниз идет? Так, вот это прилипает хорошо. Но... Не одинаковые стороны. Наверное, одинаковые. Видите, здесь он немножко, видно? Он здесь немножко больше, поэтому надо будет сдвигать в эту сторону. Для того, чтобы все хорошо вошло. Я же мерила. В этот раз я мерила, вот честно говорю, мерила. Все по размеру. Теперь, по-моему, прошел срок, что я уже не верну. Так, ну-ка. А, у меня ключи нету. У меня ключи остались дома. По-моему, по идее, стекла теперь не будут открываться. По идее, я теперь не смогу открыть стекла из-за этой липучки. Ладно. Все будем смотреть на переднее стекло. На мое боковое стекло. Если с уличной стороны, то это смотрится вот так. Так, на это стекло я лепить ничего не буду. У меня там беспорядок в машине. С этой стороны смотрится вот так. Единственное, что да, эти стекла теперь ты не откроешь. Просто-напросто. Ну ладно. Важно спасти со солнца. Ну, это всегда можно сядь, в любой момент можно снять и открыть окно. Ничего страшного. Так, на эти стекла ничего прилепить не получится, потому что все четыре штуки, они одинакового размера. Одна, кстати, темнее, другая светлее. Они одинакового размера, и эти две штуки не подойдут туда, на боковые стекла, передние. Ну ладно, пусть останется как есть. Может быть, что-то другое подберу. Так, друзья мои, все-таки я решила сдать эти штуки, что я делала на стекла машины, потому что очень неудобно с ними ездить. Они блокируют обзор, поэтому я решила сдать, подыскать что-то другое. Сдавать буду в магазине Коулс, потому что здесь сдавать бесплатно. Хотела заехать на почту, мне было удобнее заехать на почту. А они почему-то за каждую вещь решили содрать с меня по одному доллару. Еще не хватало. Я не собираюсь платить. Должен быть возврат бесплатный. А они решили с меня содрать по одному доллару. Раньше всегда было бесплатно. Поэтому иду пока бесплатно, иду сдавать в магазин. Все благополучно сдала. Теперь ждем возврат денег. Коулс тоже стал мудрить. Раньше не давали купоны 5 долларов. Если вы помните, я ходила, искала, куда бы потратить эти 5 долларов, то теперь они дают скидку на 15%. Это вообще никак не выгодно. Так, где же моя машина-то? Если бы еще... А, вон она. То есть это совсем не выгодно, что не дают скидку на 15%. Если берешь какую-то, например, футболку, допустим, детскую, она стоит 7 долларов, я смотрела. Если бы раньше давали купон на 5 долларов, то она тебе обходится... Она тебе обходится в 2 доллара. А если 15% скидка, то... Так, 7 долларов 15% это будет 1 доллар всего лишь скидка. Представляете, насколько невыгодно они стали это делать. Так, ну что, пора приниматься за огород. А то щавель вот уже какой вымахал. Уже сварила суп, и после супа еще больше вырос он. Вот эти надо пообрезать все палки, чтобы на семена не шел. Мне семена не нужны. Дима мне, кстати, вот обрезала эти ободки. Теперь будет классно. Не будут листья гореть, он будет разрастаться лучше. Так, вот этот круг у меня пустой. Вот этот круг у меня пустой. И сейчас я решила их заполнять. Я хочу посадить в этот большой лук, а в этот большой посадить укроп. И хочу я все это сделать сегодня. Дима мне сейчас приделает шланг. Самое главное потом не забывать поливать. Садовой земли у меня немного есть. На эти два круга мне хватит этой земли. Но я на этой неделе была в хозяйственном магазине. И я взяла еще шесть мешков земли. Я не знаю, сколько в каждом мешке килограмм. Но они тяжелые очень. Тем более, что земля еще и влажная. И эти мешки... В общем, три мешка было на 10 долларов. Это очень хорошая распродажа. Хотела сегодня еще заехать. И Велину отвозила на день рождения. И забыла, чтобы еще купить. Потому что это очень хорошая цена. Получается 3 доллара за мешок. Это хорошая цена. Чтобы вы понимали, насколько у нас тепло сегодня. Вон, Тима, в футболке и в шортах. Вот так у нас тепло. Такие у нас перепады сегодня. Хочет на велике покататься. Сейчас Дима ему выкатит велосипед. Хочет на велике покататься. Так, внимательно изучив инструкцию, как правильно садить лук. И поняв, что в нашем регионе лук можно садить уже в апреле. Сегодня у нас 1 апреля. Поэтому думаю, что я начинаю посадку вовремя. Главное, чтобы вырос теперь. Сколько здесь написано? 50 луковичек. 33 доллара 24 цента стоит. Интересно, здесь есть 50 луковичек или нет? О, уже некоторые даже прорастают. Все, приступаем. Итак, естественно... Так, вот это уже плохая, сразу чувствую. Естественно, изучив инструкцию, это еще пол дела. Следовать по ней, это вторая половина дела. Но исследовать по ней не буду. Я что, буду выкапывать лопаткой эти дырочки, что ли? Я буду делать, как садила наша мама. Берешь вот так. И туда его. И пусть растет на здоровье. Потому что наша мама вся посадила так. Когда ни какие дырочки она не покапала. Я думаю, чтобы посадить лук. Потом вот так просто присыплю землей. Зачем его пихать глубоко. И потом думать, вырастить, не вырастить. Это так уже будет сразу видно. Будет он расти. Или не будет расти. Не надо ему далеко. Глубоко будет пробиваться через слой земли. Так что все, погнала я. Запахло весной. Что, Дима, решил велик испытать? Что, спущенный после зимы? Конечно. А Тимонтик где-то уже уехал. Вот это был Тимохин велосипед. Все. Сел на велосипед и коленями уши закрыл. Уже поехал на взрослом велосипеде. Наше дерево тоже уже расцвело. Но плохо то, что оно просто отцветает. И никаких плодов здесь нет. Вообще как-то интересно. Как так возможно? Я понимаю, что у нас яблоня, груша, вишня, слива. Если цвели, то потом были на них какие-то плоды или ягоды. А здесь вообще ничего. Просто отцвело и потом появляются зеленые листья. Но когда цветет, как же это красиво. И, кстати, оно не пахнет. Запаха никакого нет. Там дальше по улице есть подобные деревья. И на них вырастают груши. Такого коричневого кожуры. Они потом падают. Их никто не собирает. Никто их не кушает. А у нас вообще ничего. Если бы это было грушевое дерево, я бы, конечно, не отказалась. О-о-о-о! Смотрите! Открытие сезона. Открытие сезона. Пошла жара. Охота за Тимой. Охота за Тимой. Охота за Тимой? Ну, если охота, то давай, едь. Где-то. Поехал искать Тиму. Ну, не то, что он потерялся. Погоня. Бог, погоня. Показать вам свой склад моих семян. Это укроп. Это тоже укроп. Это мышеловка. Это, наверное, щавель. Это потрясающе. Это чудо-недо. Редька, которая не выросла. Еще одна редька, которая не выросла. Стричковая фасоль. Это в коляске, в магазине кто-то оставил. Все продукты выгрузил. А это оставил. Ну, короче, я забрала. Вот это... Не знаю, что похоже на какие-то семена. Похоже на щавель. Так, это у нас цветы. К Мэри Гоуд. Как же она называется? Короче, не помню. Это тоже какие-то семена. Не знаю, какие. Это у нас шпинат. Это тоже Мэри Гоуд. И это тоже какие-то семена. Подробно вам все рассказала, объяснила. А теперь пошла садить укроп. О, ты уже приехал? Папа is looking for you. Короче, папа поехал за Тимой, а Тима уже дома. Так, пошла я садить. Вот этот укроп посажу здесь. Здесь его немножко, чтобы этот пакет не болтался. И вот этот укроп посажу. Думаю, что мне этого хватит. Так, ну для укропа я все-таки сделала вот такие бороздки. Сейчас в эти бороздки я буду насыпать семена. Вот с этого пакетика. Кстати, в щавель я тоже досыпала свеженькой земли по краям. Чтобы он больше мне приносил листиков. Так, ну что? Этого, конечно, может быть, и этого даже будет предостаточно. На вот эту площадь. Ну не знаю, посмотрим. Сколько посею, столько посею. Много не будет. Могу заморозить на следующую зиму. Сушеный я не люблю, а замороженный сам и том. Делись еще так одинаково. Папа в синей футболке. Сын в синей футболке. Голубой. Сколько? По одному кругу сделали? По два? Такой считал. Тима, устал? Устал. После зимы-то как оно? Тяжело. Это тебе с ней игры гонять. Да. Я даже весь этот укуруп не использовала, который в целлофановом пакетике. Не говоря о том, чтобы начинать новый пакетик. По многу семян я сыпала в каждую бороздку. По многу. Потому что я не знаю схожесть этих семян. Сейчас все это закрою землей сверху. И все. Поливаем и ждем урожая. Хотела я еще... Ух, половая коробка. Хотела я еще клубнику почистить. Но пока Дима все повытащил с сарая, я решила поменять посуду. А то у нас еще до сих пор новогодняя красная посуда. А посуда у нас на это лето будет лимонная. В прошлом году я ее даже не доставала. Другая посуда у нас была. С какими-то цветочками я доставала. В этом году я решила лимонную. Теперь эта посуда у нас будет до осени. Да, до осени. В общем, лето менять я не буду. В сарае очень жарко. Чтобы туда через каждые 2-3 месяца нырять и доставать посуду. В общем, не буду. Это все уже будет до лета. И у меня еще есть такие лимонные полотенчики. И лимонные такие на стол они стелятся. Под вот эту клеенку они пойдут. Вообще, они стелятся не на клеенку, конечно. Не под клеенку, вернее, а на клеенку. Но я сделаю под клеенку, чтобы они не сдвигались, не морались. В общем, как-то так будет у меня. Все, красную посуду я сейчас убираю. Ой, ну согласитесь, прям сразу запахло летом и лимонами. Ну все, наконец-то я это сделала. Посуду поменяла. На столе лимонную красоту создала. Ну все, до следующей осени теперь. Увидимся осенью, когда снова буду менять посуду и все остальное тоже. Красота! Особенно мне нравятся твои сапоги. Тихо, 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 тихо. Что ты тут? Шланг надо? Что собрался делать? Меня отмывать? От грехов моих. Ты по-твоему. Красавчик, я не могу. Колхоз, 40 лет без урожая. Ну так надо любить свою жену. Чтобы ради нее даже машину этим пульверизатором, или как там его помыть. Дима, как это называется? Power Bash. Power Bash. Все поняли. Хватит. ak Swee. Минами Помоги. Пусть. Я скорби.